Передовые инженерные школы. Новые идеи? Кто возглавит Набережно-Челнинский институт КФУ? Я как ректор только могу ему пожелать удачной, слаженной работы в этом коллективе. Лучше всех знаешь историю Казанского университета? Тогда поедешь в Питер! Всем привет! В эфире Универ-Ньюз, а в студии Ариатна Кулюшева. В Набережно-Челнинском институте КФУ прошел семинар-совещание с руководителями передовых инженерных школ. Подробнее о том, какие вопросы были обсуждены на встрече, расскажет наш корреспондент Адрина Абдрахманова. 6 апреля в Набережных Челнах на площадке IT-парка состоялся семинар-совещание с руководителями передовых инженерных школ «Киберавтотех». И вот это многообразие школ, моделей управления и предметных областей – это то, что отличает, в этом смысле делает Атарстан уникальным. С точки зрения реализации проекта передовой инженерной школы, просто на территории одного субъекта больше такого многообразия школ, разных моделей, разных индустрий, разных индустриальных партнеров нет нигде. Основной темой встречи стало обсуждение проблематики создания передовых инженерных школ, подведение итогов деятельности передовой инженерной школы за 2022 год. В начале собрания выступил раис Республики Татарстан Рустам Мениханов, который напомнил о том, что Владимир Путин поставил задачу установления технологического суверенитета страны. Одним из способов для выполнения поставленной задачи является развитие передовых инженерных школ «Киберавтотех». Также Рустам Мениханов отметил, что Татарстан выиграл право на создание трех таких школ на базе Казанского федерального университета, Казанского национального исследовательского технологического университета и университета Иннополис. Совещание, посвященное обсуждению реализации федерального проекта «Передовые инженерные школы», отрадуясь, что наша республика стала площадкой для проведения столь значимого мероприятия. Сегодня наука и технологии становятся главным драйвером экономического роста и повышения благосостояния населения. Наши вузы и Казанский центр Российской академии наук также принимают активное участие в мероприятиях национального проекта науки и университета. Серьезные задачи перед научно-образовательным комплексом поставлены в рамках долгосрочной государственной программы научно-технологического развития республики. Валерий Фальков, министр науки и высшего образования Российской Федерации, подвел итог работы передовых инженерных школ «Кибероавтотех» за 2022 год, а также рассказал о том, на какие акценты нужно обратить внимание при подготовке воспитанников передовых инженерных школ для трудоустройства. На его взгляд, важно, что уже сейчас в школах ведется обучение студентов, благодаря которому решается сразу несколько задач, такие как трансформация инженерного образования для того, чтобы оно отвечало запросам промышленности, а также решение инженерных задач, например, обучение студентов не только в теории, но и на практике. В 2022 году главный итог, что мы отобрали эти школы, потому что в середине года был конкурс, участвовало 90-го университета, в 30 школ отобрали. Второй очень важный итог – это то, что реально включились индустриальные партнеры. Сегодня мы слышали и видели, что отношение самое серьезное и у индустриальных партнеров, и у самих университетов. Он создает, надо создавать новый мир, а создает его именно инженеры. И в этой связи нам, с Владимиром Николаевичем, было поручено особое внимание уделить именно инженерному образованию, его престижу, и главное, что главная задача перед нами стоит – это в короткие сроки сделать так, чтобы и молодежь заинтересовалась инженерным образованием, и реальный сектор экономики получил квалифицированные кадры. Хотим от университета образование, которое основано на современных методах управления производством, современным технологиям, и чтобы студент, приходя после университета, сразу мог работать на готовом рабочем месте. Напомним, что проект «Передовые инженерные школы Киберавтотех» инициирован на Миноборнауке Российской Федерации. Школа базируется на территории набережной Челнинского института Казанского федерального университета. Школа представляет из себя целый студенческий кампус с современной и технологической инфраструктурой. Его главной задачей является производство программных продуктов для роботизированной и беспилотной техники, разработкой зеленых технологий машиностроения и проектов двигателей, работающих на неуглеродном топливе. Адалинам Драхманова, Универньюс. Новым директором набережной Челнинского института Казанского федерального университета стал Георгий Катиев, ученый, инженер и бывший заведующий кафедрой колесной машины в Московском государственном университете. 6 апреля ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин представил набережной Челнинскому институту их нового директора Георгия Катиева. Как отмечает сам Катиев, на сегодняшний день его основополагающая цель сделать подразделение ВУЗа образовательным центром притяжения по инженерно-техническому профилю подготовки. Безусловно, это будет толчком и для научной работы, и для учебного процесса. Ну и, наверное, я как ректор только могу ему пожелать удачной, слаженной работы в этом коллективе. Ну, а вас прошу поддерживать его. Основное – это быть в единой команде. Это вот самое главное. Тогда можно решать все вопросы. Руководитель в единой команде – это равный среди равных, которому коллектив оказал доверие, который с основной своей задачей видит это здоровье коллектива. Георгий Катиев закончил Московский государственный технический университет имени Баумана по специальности инженер-разработчик гусеничных и колесных машин, а после 20 лет проработал там на должности заведующего кафедра колесной машины. Новый директор института прославился своей активной научной деятельностью. Им было выпущено более 250 научных работ в области проектирования. Для того, чтобы Набиржно-Челнинский институт стал одним из первых в стране по качеству образования, Георгий Катиев считает, что наибольшее внимание стоит уделить переосмыслению нынешних учебных материалов. Этого можно добиться только если идти в ногу со временем, использовать цифровые технологии в учебном процессе. Новый директор уверен, что когда выпускники института будут готовы к работе в условиях цифровой экономики, они станут самыми востребованными на рынке труда. Алина Сафина, Медиа-центр Набиржно-Челнинского института, Универ-Ньюс. Физики Казанского федерального университета представили уникальные возможности для улучшения функциональности светодиодов, солнечных батарей и других оптоэлектронных устройств. Подробности в следующем сюжете. В Институте физики Казанского федерального университета студентка 4-го курса лаборант научно-исследовательской лаборатории квантовая фотоника и метаматериала Элина Баталова выступила с лекцией на тему «Полупроводники со структурным фазовым гардиентом». «Как говорят философы, точнее, это говорил, по-моему, Мау-цеду, пусть расцветают 100 цветов, и потом еще добавлял, и пусть открывается 100 научных школ». Элина Баталова рассказала об открытии, в создании которого приняла участие совместно с коллегами из Казанского федерального университета, университета ИТМО, Лунского университета Швеции и Калифорнийского университета в Ирвине, США. Баталова заняла первое место в конкурсе «Студенческий стартап». Сумму выигрыша в 1 миллион рублей студентка направила на разработку термоуправляемого светодиода на основе неорганических галлоидных пировскитов и плазмонной метаповерхности. По словам Баталовой, неорганические галлоидные пировскиты — это минералы с уникальными свойствами, одним из которых является высокий квантовый выход в фотолюминесценции. Идея заключается в генерации нового состояния пировскита, позволяющего перестраивать длину волны фотолюминесценции в широком диапазоне. Для решения этой задачи ученые предложили оригинальный способ локального фотонагрева с помощью термоплазмонной метаповерхности. Она представляет собой двумерный массив наноразмерных структур, которые разогреваются под действием падающего света и играют роль локальных тепловых источников. Температура источников регулируется высотой кремниевого волновода и может изменяться в пределах нескольких градусов до 1000 градусов Цельсия. Вот давайте рассмотрим такую гетероструктуру. Что она из себя представляет? Она представляет из себя три соединенных фазы полупроводника. То есть вы видите, что они отличаются по симметрии. Мы здесь отложили энергию. Вот это вот ширина запрещенных зон полупроводников. И понятно, что они у нас могут каждый существовать в каком-то своем диапазоне температур. Вы видите, что ширина запрещенной зоны для бета-фазы самая маленькая. Метод фазовой структуризации полупроводников открывает уникальные возможности для улучшения функциональности светодиодов, фотодетекторов, солнечных батарей, создания принципиально новых источников света, разработки дисплеев. Карина Бравцева, Универньюз. Насколько хорошо вы знакомы с историей Казанского федерального университета? Победители конкурса «Знаете ли вы историю Альма-Матер» точно положительно ответят на этот вопрос. Подробности в сюжете. Накануне в Музее истории Казанского федерального университета состоялось награждение победителей конкурса «Знаете ли вы историю Альма-Матер». Состязание традиционно проводится уже в 14-й раз. В этом году студенты вновь продемонстрировали знания в данной области. Приняли участие в трех конкурсных этапах, последний из которых прошел 31 марта. Конкурс был создан для того, чтобы студенты университета лучше бы знали историю своей Альма-Матер, того учебного заведения, где они учились, и чтобы они гордились своими предшественниками, тех, на плечах которых, собственно, и стоит славная история Казанского университета. Считаю, что очень важно настраивать такие конкурсы, знать историю, в которой мы учимся, потому что это наша история. Мы должны знать, кто здесь раньше был, допустим, ректором, кто были наши преподаватели, чтобы основываться на этих наших знаний. До 2021 года формат мероприятия больше напоминал экзамен. Участники приходили и отвечали на вопросы. И вот уже третий год конкурс проходит в три этапа. Первый проводится онлайн, второй представляет собой очное выступление. А третий этап – это квест, в ходе которого жюри оценивают не только познание в истории, но и коммуникабельность и умение работать в команде. Мы сплотились с нашей командой, мы испытали эмоции того, что надо быстрее куда-то бежать, быстрее отвечать на вопросы, быстрее искать информацию, быстрее вспоминать. И было приятно, что некоторые вопросы, мы знали ответы на них точно, потому что сотрудники музея нас к этому, можно сказать, подготовили заранее. Мы впитали ту информацию, которую они нам предоставляли. Главной целью проведения конкурса является популяризация истории Казанского федерального университета, а также привлечение студентов к общественной жизни вуза. Победители конкурса наградили поездкой в Санкт-Петербург. На этом все. В студии была Ариадна Кугушева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!